Вы решили впервые заняться подводным плаванием. Вода прозрачная, солнце светит на морское дно. Вы делаете несколько селфи с проплывающими мимо рыбами, когда вдруг океан становится совершенно черным. Вы смотрите вверх и... О боже! Что это за огромное животное? Это определенно не акула. Никит, это... Черепаха? Да, но не бойтесь, она вам не навредит. Если бы вы жили на этой же земле примерно 72 миллиона лет назад, то, может быть, это могло бы случиться и с вами. Недавно ученые обнаружили окаменелости гигантской морской черепахи, которая могла достигать размеров до 3,5 метров. Если вы не представляете, насколько это большая величина, давайте посмотрим на примеры. Это средняя длина бегемота. Шести золотистых ретриверов или двух Майклов Джорданов, стоящих друг на друге. Научное название черепахи – дань уважения старинному морскому монстру Левиафан. Возможно, вы помните его из школьных уроков истории. Предположительно, Левиафан был мифическим существом, проглатывающим целые корабли или людей, которых существо считало слишком жадными. Можете представить, что вас поглощает эта гигантская морская черепаха? Нет, спасибо. Окаменелости этого гигантского существа начали раскапывать в период с 2016 по 2021 год на северо-востоке Испании. Первая окаменелость была найдена туристам в испанских Пиренеях, и ее длина составляла около 20 сантиметров. А у этой черепахи только та с 90 сантиметров в длину. Если бы она не вымерла, то сегодня была бы одной из самых больших черепах. К вашему сведению, самые крупные из ныне живущих морских черепах могут достигать двух метров, что уже довольно много. А как насчет гигантского доисторического скорпиона? Наверняка большинство людей – небольшие поклонники этих существ. Тем более, что они ядовиты. Поэтому мысль о трехметровом водном скорпионе может показаться кошмаром. Скажем так, если бы они не вымерли около 400 миллионов лет назад, озера и реки сегодня были бы гораздо более опасными местами для людей. В свое время эти гигантские насекомые считались вершиной пищевой цепи, охотились на всех от рыб до других животных, даже на своих собратьев. Ужас! У меня мурашки по коже, когда я представляю себе этих существ. Следует ли нам поблагодарить астероид, который врезался в землю уже сейчас или позднее в этом видео? Еще одно доисторическое животное, которое потрясло бы людей, будь оно живым, это мегатерий – гигантский ленивец. Считается, что он вырастал до 6 метров в длину. Его вес мог достигать 2500 килограммов. Он был найден в лесах и на полях Южной Америки. Существо вставало на две ноги, чтобы дотянуться до листьев на высоких ветвях. Еще у этих гигантских ленивцев были огромные когти. Они помогали им лазить по деревьям. Должен сказать, мне неловко представлять, как эти ленивцы размером со слона лазают по деревьям. Конечно, некоторые динозавры тоже попадут в наш список супербольших существ. Но прежде вот вам интересный факт. Знаете ли вы, что некоторые динозавры живы и сегодня? Ученые доказали, что птицы относятся к тераподовым динозаврам. К этой группе принадлежат Терекс и Велоцераптор. Уверен, вы уже слышали эти названия, если смотрели Парк Юрского периода. Велоцераптор – это тот страшный динозавр, который врывается на кухню. Так вот, они эволюционировали, обзавелись перьями и превратились в птиц, которых мы знаем сегодня. Да-да, любая птица от цыпля до маленьких голубых птичек – прямой потомок динозавров. Вам знакомо название спинозавр? Сегодня в некоторых музеях можно увидеть этого огромного динозавра, точнее, его окаменелости. Спинозавр был одним из самых крупных наземных хищников, обитавших на Земле. Причем и на суше, и в воде, поскольку ученые считают, что этот динозавр был полуводным. Питался он в основном мясом, а значит, люди были бы его естественной добычей, если бы он жил сегодня. Этот плотоядный динозавр жил примерно 90-100 миллионов лет назад. Он был длиной около 18 метров, высотой 3,5 метра и весил до 22 тонн. Голова у него была размером с 8 шаров для боулинга и выглядела как морда крокодила. По сути, спинозавр был большим африканским слоном с лицом крокодила. Шутка. Но это выглядело бы забавно, не так ли? Намного более привлекательным динозавром был патаготитан майорум. Считается, что это самый большой динозавр, который когда-либо жил на нашей планете. Таким большим его сделала чрезвычайно длинная шея и очень длинный хвост. Поверьте, вы бы не захотели стоять за спиной этого существа. Если оно решит взмахнуть хвостом, вас отбросит очень далеко. Это существо жило около 100 миллионов лет назад. А его окаменелости впервые были найдены в Аргентине около 2012 года. Размеры динозавра составляли 36 метров от головы до хвоста. То есть он был почти таким же, как американское футбольное поле в ширину. А я уже упоминал, что он весил почти столько же, сколько космический шаттл. Ошеломляющий 75 тонн. Если бы он был хищником, то, наверное, стал бы самым большим. Но этот здоровяк был мирным, травоядным. У него была такая длинная шея, что он мог есть листья с высоких деревьев. Мило, правда? Нельзя не рассказать и о шастозавре. Как следует из названия, это ящер с горы Шаста. Несмотря на то, что это морская рептилия, на самой горе она, скорее всего, не была. Обычно длина этого динозавра составляла около 7 метров, но существовали отдельные особи длиной до 21 метра, размером с большого синего кита. Это делает его самым большим морским присмыкающимся, которое когда-либо жило. Это делает его самой большой морской рептилией из когда-либо живших. Интересный факт о шастозавре. Ученые считают, что у него не было зубов, а значит, он мог питаться только мягкотелой добычей, такой, как, например, кальмары. Следующее животное в нашем списке – синий кит. Хотите – верьте, хотите – нет. Но самое большое живое животное на Земле на самом деле начинало с малого. В наши дни средний взрослый синий кит может достигать 30 метров в длину и весить до 200 тонн. Это примерно равно весу 40 сложенных вместе слонов или 30 тираннозавров, или 2,5 тысяч людей средней комплекции. Голубым китам приходится есть до 50 миллионов калорий в день, чтобы поддерживать такой объем тела. Это эквивалент 30 тысяч бигмаков, если что. Но синие киты не всегда были такими большими. На самом деле они произошли от четвероногого млекопитающего, жившего на Земле около 48 миллионов лет назад. Их предок назывался пакицетом, и его длина составляла всего 2 метра. Интересный факт. Чтобы жить в воде так, как он живет сегодня, синему киту пришлось пройти через ряд интенсивных адаптаций. При каждом вдохе синий кит может восполнить до 80-90% кислорода в своих легких. Для сравнения, человек восполняет лишь 15. Это позволяет этим животным проводить под водой до часа, погружаясь на ошеломляющую глубину в 100 метров. Слоны просто обязаны были попасть в этот список. Африканские слоны – самые крупные сухопутные животные на Земле. Их рост достигает 4 метров, а вес – 7 тонн. Это довольно мало, если сравнивать их с другими животными, которые когда-то жили на Земле, верно? Но если мы поставим человека ростом метр 80 рядом со слоном, то увидим, что он вовсе не такой уж и маленький. Африканские слоны крупнее своих близких родственников – азиатских слонов. А продолжительность жизни у них такая же, как у людей – до 70 лет. Возможно, покемоны заставили нас мечтать, чтобы саламандры были настоящими драконами. Но это не так. Однако они все равно могут быть очень крутыми. Существует гигантский вид саламандр, который считается самым крупным из ныне живущих земноводных. Они могут вырастать до длины человека обычного роста, достигая 2 метров. Готов поспорить, что встреча с ними под водой будет не из приятных. Познакомьтесь с маленькими кошмарами нашего мира – огненными муравьями. Когда они жалят, то впрыскивают яд, который может вызвать серьезные проблемы. Для большинства людей это просто жжение и шишки на теле. Но для аллергиков это может быть опасно для жизни. Огненные муравьи разбивают свои лагеря прямо под вашими ногами. Они быстро собираются в рой и яростно защищают свои колонии. Они не проявляют милосердия к незваным гостям. Их укусы оцениваются в 1 балл по индексу укуса насекомых Шмидта, где 4 – это максимум. Это похоже на внезапный толчок, но ощущения не такие болезненные, как при укусе пчелы. Муравьи родом из тропических регионов, таких как Центральная и Южная Америка. Но сейчас их можно встретить даже в некоторых умеренных зонах, например, в Северной Америке. В колониях огненных муравьев существует строгая иерархия. Королева, крылатые самцы и самки, а также различные виды рабочих. Они общаются с помощью химических веществ и звуков. Самый печально известный представитель этого рода – красный импортный огненный муравей. Он приехал из Южной Америки и вторгся на юг Соединенных Штатов. Муравьи строят большие насыпи, затрудняя ведение сельского хозяйства и повреждая посевы. Контролировать их практически невозможно. Вдобавок ко всему, в настоящее время наблюдается рост численности еще одного вида – муравья резбери. Он представляет угрозу для местных экосистем. Оказывается, муравьи могут быть критично недружелюбными. Разноцветные жуки-нарывники входят в десятку самых опасных насекомых в мире. К счастью, они не смертельны для человека, если только не нападают на вас большой стаей. Однако они представляют серьезную угрозу для крупных животных, вроде лошадей. Жуки-нарывники вырабатывают токсин канторидин, который оставляет на теле человека в алдыре. В прошлом люди верили, что с его помощью можно лечить бородавки и даже бешенство. А некоторые даже использовали его в любовных зельях. Однако это рискованная игра. В 50-х годах прошлого века одного мужчину посадили в тюрьму за то, что он угостил двух женщин конфетами с канторидином, что привело к трагическому исходу. С этими жуками лучше не шутить. Прикосновение к ним или тем более употребление в пищу очень опасно. Их привлекают люцерна и сена. Если лошадь съест что-то из этого, даже несколько жуков могут выделить достаточно канторидина, чтобы ее нейтрализовать. Эта милая гусеница из Южной Америки Лономия Абликва – самая опасная на Земле. Благодаря своему сильному яду она стала причиной нескольких смертельных случаев. Это личинковая стадия гигантского шелкопряда. Когда она вырастает, то превращается в красивую и безвредную бабочку. Но если вы увидите ее в молодом возрасте, лучше держаться от нее подальше. Особенно опасны волоски, покрывающие тела гусениц. Они служат защитным механизмом от хищников. Яд нарушает свертываемость крови и может вызвать такие неприятные симптомы, как жжение, рвота, проблемы с почками, а иногда и привести к летальному исходу. Один укус, скорее всего, не приведет ни к чему ужасному. Яда в нем содержится совсем немного. Но гусеницы обычно собираются вместе и хорошо маскируются. Это повышает риск множественных укусов. Саранча сама по себе не опасна для человека. Это обычные, громкие кузнечики. Но они печально известны своим раевым поведением. Их стаи часто появляются в засушливый период, а потом вдруг выпадает много осадков, и растения начинают быстро расти. Как только саранча начинает свою деятельность, ее практически невозможно остановить. Она может стать разрушительной силой в считанные минуты. На протяжении всей истории человечества саранча уничтожала посевы и сельскохозяйственные угодья. Интересно, что термин саранча на английском, лакуст, может означать разные вещи в зависимости от того, откуда вы родом. В некоторых местах речь идет о цикадах, которые также известны своими громкими звуками. Но настоящее саранча – это древнее существо, берущее свое начало с триасового периода. Это одни из самых древних насекомых на Земле. Осы, шершни и даже пчелы могут быть чрезвычайно опасны, особенно для тех, кто страдает аллергией на их укусы. Азиатский гигантский шершень – самый крупный из ос. Его размер достигает 5 сантиметров. Он обладает мощным ядом, который может вызвать сильный дискомфорт, и даже может специально брызнуть его в глаза. На Филиппинах обитает еще более ядовитый вид – веспа луктуоса. Не путайтесь с экспектопатронум. Привет поклонникам Гарри Поттера! В любом случае, смертельные случаи от ос или пчел редки, но не исключены совсем. В Великобритании ежегодно около 10 человек умирают от укуса пчелы или осы. Всегда будьте настороже! Все эти насекомые очень территориальны и с упорством защищают свои ульи. Если их спровоцировать, они сигнализируют об опасности соседним пчелам и начинают массовую оборону. Если вам нужно от них избавиться, лучше обратиться к профессионалам. Блоха мала и неприметна. Но она оставила колоссальный след в истории человечества и его здоровье. Это не просто раздражающие паразиты. Они известны как носители различных человеческих заболеваний и несут ответственность за некоторые из худших эпидемий в истории. Например, в 14 веке бубонная чума уничтожила в Европе более 25 миллионов человек. И блохи сыграли большую роль в ее распространении. Они проводят жизнь в поисках теплокровных хозяев, которыми они могут питаться, будь то рептилии, млекопитающие, домашние животные или люди. Несмотря на крошечные размеры и отсутствие крыльев, они компенсируют это впечатляющими способностями к прыжкам. Укус блохи может показаться незначительным, вызывающим зуд и воспаление. Но многие из них могут привести к анемии у своих хозяев. Конечно, самое опасное в них – это вирусы, бактерии и глисты, которых они переносят. Поцелуйные клопы в основном обитают в обеих Америках, но их популяция встречается также в Африке и Азии. Несмотря на дружелюбное название, они являются разносчиками бактерий, вирусов и паразитов. Один из паразитов, которых они переносят – трепаносома крузи. Виновник болезней, которые поражают миллионы людей по всему миру и уносят тысячи жизней каждый год. Интересно, что симптомы часто проявляются только через 10-30 лет после укуса. Обычно это сердечная недостаточность, проблемы с пищеварением или нервной системой. Они не целуют вас, а присасываются, привлекая свою жертву дыханием. Если вы дышите ртом – вы мишень. Они часто кусают хаотично и почти неконтролируемо, что только усиливает их опасный характер. Многие слышали о мухе ЦЦ – необычном и страшном насекомом из тропической Африки. Эти мухи являются переносчиками одного из самых разрушительных заболеваний человека – сонной болезни. Похожая на поцелуйного клопа, муха ЦЦ переносит трепаносомы – паразитов, вызывающих сонную болезнь. Сами мухи заражаются этим паразитом от инфицированного человека или животных. Сонная болезнь поражает не сразу. После укуса симптомы проявляются в течение одной-трех недель. Лихорадка, головные боли, боли в суставах и зуд. По мере прогрессирования болезни она может поражать нервную систему. Это приводит к спутанности сознания, бессоннице и потере равновесия. Без лечения болезнь может привести к коме, а затем к летальному исходу. К счастью, сонная болезнь поддается лечению, и число ее жертв со временем сокращается. Муха ЦЦ имеет и важное историческое значение. Ее присутствие препятствовало европейской колониальной экспансии в Африке. А корона самого опасного насекомого в мире достается комару. И это неудивительно. Несмотря на небольшой размер насекомого, на его долю приходится больше человеческих жертв в год, чем на долю любого другого животного. Также комары оставили неизгладимый след в истории. Эти маленькие насекомые повлияли на взлет и падение целых цивилизаций. Например, малярия значительно ослабила древние цивилизации, такие как Рим и Греция. Интересно, что опасны не сами комары, а их паразиты. Бактерии и вирусы переносятся и передаются через их укусы. Эти крошечные кошмары распространяют целый букет болезней. Кроме малярии есть еще желтая лихорадка, которая, как и муха ЦЦ, мешала европейской колонизации тропических регионов. Самым страшным из всех комаров является комар Анапхелис. Это главный хищник в мире насекомых. Он ответственен за большее количество смертельных исходов и болезней, чем любое другое насекомое. Как мы боремся с этими крошечными, но могущественными врагами? С помощью профилактики. Людям важно исключать наличие стоячей воды в окрестностях и принимать меры по борьбе с комарами. Мы всегда должны быть на шаг впереди, чтобы защитить себя и свое окружение от опасных насекомых. В США ежегодно люди испытывают на себе 250 тысяч человеческих укусов, 400 тысяч кошачьих и 4,5 миллиона собачьих укусов. Да, очаровательные животные могут неожиданно напасть на вас. Давайте посмотрим на самые милые и самые свирепые примеры. Забудьте о вирусных видео, на которых люди обнимаются с пандами. Эти милашки могут быть удивительно агрессивны. Несмотря на мультяшную внешность, они все еще дикие и могут напасть на человека, если почувствуют опасность. Даже снежный барс боится связываться со взрослой пандой. Поэтому если вы когда-нибудь встретитесь с этим животным лично, держитесь на расстоянии, особенно если у него есть детеныши. Панды перешли со всеядной на вегетарианскую диету пару миллионов лет назад. Но у них до сих пор есть плотоядные зубы и втягивающиеся когти на лапах, которыми можно легко порезать кожу. Сегодня ученые предполагают, что строгая бамбуковая диета панд может способствовать их вымиранию. Так что есть смысл посадить побольше бамбука, чтобы предотвратить возвращение этих пушистых монстров к их плотоядным привычкам. Да? Но допустим, вы идете по лесу в Китае, и вдруг из ниоткуда выпрыгивает разъяренная панда. Прежде всего, не забудьте взять с собой спрей от медведя и будьте готовы его использовать. Вы можете притвориться, что вас нет в живых, особенно если панда слишком большая, чтобы с ней бороться. Не спешите убегать. Вместо этого попробуйте поговорить с животным, медленно отступая назад. Если панда преследует вас во время похода, издавайте громкие звуки на тропе, чтобы отпугнуть ее. Запах еды может привлекать панд, а также снежных барсов. Поэтому не готовьте, если знаете, что вас преследует. А если говорить о пушистиках, то коалам и вомбатам тоже нельзя доверять. Эти австралийские животные – ближайшие родственники, поэтому у них есть общие черты. Коалы – территориальные существа, и они не стесняются использовать свои острые когти и зубы, чтобы доказать это. Если коала начнет вас кусать, она так просто не отстанет. Вам придется оттаскивать ее. Поэтому стоит надеть длинные брюки и куртку, чтобы обеспечить дополнительную защиту кожи. Также не забудьте защитить своих домашних животных, потому что коалы точно этого не сделают. Пусть вас не обманывают эти милые видео общения людей с коалами. Это животные из зоопарка, которые прошли долгий путь, прежде чем стать дружелюбными с человеком. Если вы когда-нибудь встретите этих существ в дикой природе, не пытайтесь сделать селфи и не провоцируйте их громкими звуками. Хотя коалы известны тем, что спят по 22 часа в сутки, это не значит, что вы не можете их спровоцировать. Коалы обычно настораживаются, когда обнаруживают незнакомцев в радиусе 5 метров. Кстати, брызгать мочой на врагов – один из любимых защитных механизмов коал. Большинство из них в дикой природе могут быть переносчиками неприятных заболеваний. Так что это еще одна веская причина держаться от них подальше. Вомботы могут выглядеть как невинные дружелюбные хомячки. Но эти ночные сумчатые известны тем, что нападают на людей, собак и даже диких динго. Да, нескольких человек они покусали так сильно, что им потребовалась госпитализация. Так что правила безопасности те же, что и с коалами. Никаких объятий и селфи. Кстати, если вы решитесь убежать от вомбота, имейте в виду, что он может бежать со скоростью до 40 км в час. А вы? Лебеди. В вопросе личных границ эти изысканные птицы также могут проявить агрессивность. Лебеди могут защищать своих партнеров и гнезда очень яростно. Они кусаются и даже представляют реальную угрозу для жизни. Особенно опасен сезон их гнездования с апреля по июнь. Поэтому если весной вы купаетесь или даже гуляете возле водоема и вдруг заметили, что к вам приближается лебедь, старайтесь держаться на почтительном расстоянии. Не пытайтесь их трогать или кормить. Не делайте ничего, что может спровоцировать птиц. И уж тем более не приближайтесь к их гнездам. Остерегайтесь лебедя-шипунна. Это один из самых больших хулиганов в мире птиц. По сравнению с другими видами лебедей, эти ребята менее голосистые. Поэтому они могут пропустить предупреждающие крики и просто напасть на вас в полной тишине. Если это произошло, не спешите убегать. Вместо этого постарайтесь сохранить спокойствие, смотреть в лицо лебедю и медленно отступать. Поможет также использование барьера, например, забора или дерева. Вы можете обмануть лебедя, заставив его поверить, что вы более крупная птица. Просто раскройте перед ними зонтик или достаньте широкую одежду, имитирующую крылья, если она у вас под рукой. Иногда вы можете встретить лебедя, который выглядит так, будто ему нужна ваша помощь. Даже если у вас разрывается сердце, по правилам безопасности не рекомендуется спасать птицу самостоятельно. Это связано с тем, что лебедь может воспринять вашу помощь как угрозу. Вместо этого следует сообщить в местные органы охраны дикой природы, и они позаботятся о животном. Существует множество историй о том, как дельфины спасали людей. Были милыми и игривыми. Но их игры могут быть удивительно опасными, особенно в дикой природе. Даже акулы могут лишиться жизни, если связались не с тем в вилле. Плавать с этими улыбчивыми существами и рискованнее, чем вы думаете. Дельфины могут начать толкать вас своими мощными носами и телами. В некоторых случаях они могут утащить вас под воду и укусить острыми зубами. К сожалению, не все выживают после такой встречи. Итак, как отличить доброго дельфина от злого? Прежде всего, если дельфин дикий, ни в коем случае не пытайтесь его кормить, гладить или играть с ним. Если вы видите, что они клацают челюстями, шлепают хвостами по воде или даже выпускают облака пузырьков из дыхательных отверстий, знайте, что это признак агрессии. Если вы когда-нибудь обнаружите, что катаетесь на каяке или плаваете в воде с агрессивным дельфином, как можно скорее покиньте это место. Хотите увидеть одно из самых ядовитых существ на Земле? Тогда вам сюда. Трудно удержаться от того, чтобы не посадить этого красочного парня на ладонь, чтобы сделать милый снимок. Но это может стать вашей последней фотосессией. Яда золотой ядовитой лягушки длиной 5 см достаточно, чтобы лишить жизни 10 здоровых взрослых мужчин. Ее токсин может поразить нервную систему хищника и вызвать мышечные спазмы, проличь дыхание и даже более серьезные последствия. В отличие от змей-скорпионов, ядовитым лягушкам не нужно кусаться, чтобы передать свой яд. Они выделяют его через кожные железы. Так что, если вы по ошибке прикоснетесь к этой милашке, не трите глаза и немедленно вымойте руки. Чтобы токсин подействовал на вас, он должен попасть в кровь. Поэтому, если у вас есть порезы на коже, стоит обратиться в больницу. Имейте в виду, что кожа ядовитых лягушек отравляет все, к чему прикасается. И токсин может оставаться на этих предметах до года. О, посмотрите на эту милую игрушку с глазами, как у Шрека. Подождите секунду. Она живая! Поздоровайтесь с одним из немногих ядовитых млекопитающих на планете – медленным Лори. Неудивительно, что это пушистое создание является звездой черного рынка экзотических домашних животных. Но перед покупкой стоит ознакомиться с инструкцией, так как возврат вряд ли возможен. Наверняка вы видели, как это животное поднимает руки, словно сдаваясь в полицию. Как мило. У медленного Лори токсин выделяется из плечевой железы по бокам локтей. Этот невинный на вид пушистик берет яд в рот, чтобы смешать его со слюной. После этого он может натереть токсином свою шерсть, чтобы отпугнуть соперников. Или укусить вас. Его токсин вызывает анафилактический шок, поэтому он опасен для человека. Вы все еще хотите взять эту милашку домой? Нет, я так не думаю. Даже если утконос похож на древнего покемона, это не значит, что можно терять бдительность. У самцов утконосов есть специальное средство для борьбы за самку – скрытые острые шпоры на задних лапах. В них содержится доза яда, смертельная для животного размером с собаку. Но это не значит, что вы в безопасности. Они могут напасть и на человека. А ощущения, вызванные ядом утконоса, описываются как длительная сильная боль, которую невозможно облегчить обычными лекарствами. Так что никогда не пытайтесь погладить этого милашку, оно того не стоит. На нашей планете много милых, но опасных животных. Так что помните, что внешность бывает обманчива, и будьте осторожны. Итак, самое известное правило выживания при встрече с медведями – не двигаться и притвориться, что вы неживое существо. Но это правило работает не со всеми медведями, а только с гризли и бурами. Если вы живете в Северной Америке, то найдете их на Аляске, Вашингтоне, Монтане, Айдахо и Вайоминге. Черные медведи, от которых следует убегать, живут на более обширной территории. Их можно встретить в 40 штатах, на большей части Канады и даже в Северной Мексике. Так что если вы отправляетесь в поход в Йеллоустон, вы можете столкнуться либо с черным медведем, либо с гризли. Но если вы находитесь, скажем, в Калифорнии, то медведь, которого вы случайно встретите, скорее всего будет черным. И нет, их нельзя отличить только по цвету меха. Черные медведи могут быть черными, бурыми, коричневыми, светлыми, голубовато-серыми и даже белыми. Все становится сложнее, не так ли? Если вы заметили горб на плечах вашего неожиданного спутника, это гризли. У черных медведей их нет. У гризли также впалая морда, закругленные уши и длинные когти светлого цвета. У черного медведя морда прямая, как у собаки, заостренные уши и темные когти. Мы проведем викторину по этому вопросу позже. Возможно. Итак, если вы уверены, что это гризли или бурый медведь, лягте на землю в позу эмбриона. Подтяните колени к груди и прикройте голову, чтобы показать медведю, что вы не причините ему вреда. Эти большие парни в основном нападают, если чувствуют, что им угрожает опасность. Вы никогда не сможете их обогнать, поэтому даже не пытайтесь. Если они увидят, что вы маленький безобидный человек, в 99% случаев медведь пройдет мимо. Подождите 2-3 минуты, пока медведь не уйдет. Он может затаиться поблизости, чтобы убедиться, что вы не встали. А если встали, то перейти в атаку. Если вы подготовились к непредвиденным обстоятельствам и взяли баллончик от медведей, снимите предохранительный клапан, когда медведь будет находиться на расстоянии около 20 метров, и выстрелите в него. Цельтесь чуть ниже его морды. Это более эффективно, чем просто принять позу эмбриона. Когда медведь уйдет, убегайте в безопасное место в противоположном от хищника направлении. Все понятно? Хорошо. Если вы столкнулись с черным медведем, он не остановится, если увидит вас в позе эмбриона на земле. Если у вас нет спрея от медведей, и медведь явно проявляет к вам интерес, покажите ему, кто здесь главный. Бросайте в него камни или свои вещи. Кричите «Эй, ты!» Хлопайте в ладоши. Старайтесь казаться больше. Поднимая руки и куртку, забирайтесь на камень или пень. Делайте все, чтобы его напугать. Черные медведи очень похожи на тех плохих парней в школе, которые хотят украсть ваш обед. Они часто отступают, если видят, что вы можете постоять за себя. Если медведь подойдет к вам на опасное расстояние, ударьте его в глаза или нос. Попытайтесь шокировать или оглушить его, чтобы заставить в страхе бежать. Если медведь, независимо от его вида, просто сидит вдалеке и смотрит на вас, постарайтесь очень медленно уйти. И двигайтесь боком под небольшим углом, чтобы не споткнуться, когда будете отступать. Так медведь не подумает, что вы пытаетесь убежать и не станет преследовать вас. Спокойно говорите, чтобы показать медведю, что вы человек. Пение также помогает. Кстати, возможно, он даже узнает мелодию. Избегайте прямого зрительного контакта с животным и никогда не стойте между медвежатами и их матерью. Не пугайтесь, если медведь встанет на задние лапы. Это не агрессивное движение. Если вы когда-нибудь планируете посетить местность, где обитают белые медведи, не идите туда без средства отпугивания медведей. Например, без бронированной машины. Здоровые самцы полярных медведей весят полтонны, встают на задние лапы на высоту 2 метра и могут преследовать добычу со скоростью 40 км в час. Группы из трех и более человек могут выглядеть устрашающе для любого медведя, поэтому не ходите в одиночку. Идите в поход с другими и все время разговаривайте с ними, чтобы показать, что вы в группе. Помните, не все белые медведи – злые хищники, которые хотят съесть вас на обед. Некоторые из них просто куда-то идут. Если вы заметили медведя, который, опустив голову, подкрадывается к вам, это должно вас насторожить. Медленно отходите от медведя, не бегите. Только если медведь приблизится к вам, используйте отпугивающие средства. Некоторые люди утверждают, что нашатырный спирт – отличное средство от медведей. Медведям он действительно не нравится, поэтому если вы пропитаете им тряпки и выбросите их в мусор, бурые гости не должны вас побеспокоить. Если вы встретите медведя на природе, и он проявляет к вам интерес, нашатырный спирт может помочь вам отпугнуть его. Но он также может разрушить носовые ходы, лишив животное обоняние, а значит, оно не сможет вынюхивать пищу. Кроме того, это может вызвать у медведя, который не собирался нападать на вас, раздражение и спровоцировать его. Все, что интересно, пахнет для медведей, например, еда или мусор, заставит их обратить на вас внимание и прийти проверить ваш лагерь. Поэтому готовьте еду подальше от лагеря и не мусорите. Если вы нанесете на палатку медвежий спрей, вы, наоборот, можете привлечь нежелательных гостей. Содержащиеся в спреи вещества пахнут едой, так что это может быть одним из способов спровоцировать медведей. Если вы заметили медведя, стоящего у дороги, не поддавайтесь порыву остановиться и сфотографировать его. Отойдите на расстояние не менее 90 метров и выберите безопасное место. Медведи рядом с дорогами быстро привыкают к людям и шуму транспорта, что может стать опасным для их жизни. Кроме того, они чаще подходят к кемпингам и местам для пикников в поисках человеческой пищи. Люди, живущие вблизи дикой природы и в горах, привыкли к визитам медведей и не боятся их. Дуглас Хардер заметил черную медведицу и двух ее детенышей, опустошавших кормушку для птиц на веранде второго этажа его дома. Однажды он вернулся домой и обнаружил, что медведь проник в его кухню через частично открытую раздвижную дверь. Незваный гость исцарапал стену и украл немного еды, после чего убежал. Хардер только закончил убирать за медведем, как в кошачью дверь просунул морду детеныш. Его фотографии стали очень популярны в интернете. Кристен Джонс приехала в гости к родителям в Северную Каролину и решила заняться йогой на берегу близлежащего озера. Она была в наушниках и не услышала, как медведь подкрался к ней сзади. Внезапно она почувствовала, как кто-то нюхает и облизывает ее шею. Она подумала, что это собака соседей и протянула руку, чтобы погладить ее. И это напугало животное. Кристену удалось сделать несколько снимков медведя, уходящего прочь, хотя никто не поверил в историю с облизыванием. Она вспоминает этот случай как самый страшный в своей жизни и надеется, что он никогда не повторится. Что касается медведя, то он, скорее всего, был замечен в этом районе, у мусорных баков и на чужих участках. Ученые, наблюдающие за белыми медведями, отмечают, что эти животные невероятно умны. Члены Международной организации по защите белых медведей сделали сотни фотографий, чтобы лучше изучить этих животных. До того, как они начали использовать специальную клетку, они сделали снимки с помощью камеры, которая находилась на конце длинного шеста, который опускали с высоты. Однажды вспышка фотоаппарата сработала прямо перед мордой медведя. Ему это явно не понравилось, но вместо того, чтобы испортить камеру, медведь спокойно вытянул одну лапу. Затем он вытянул один коготь и коснулся губами объектива камеры. Животное держало коготь внутри и не отпускало камеру. Фотограф пытался сдвинуть шест, но это было бессмысленно. Через 15 минут медведь поднял на него глаза и, наконец, отпустил оборудование. Казалось, будто он пытается дать понять, что больше никогда не следует использовать вспышку. Если к вам приближается агрессивно выглядящая собака, начните кричать и визжать. Это покажет ваше превосходство и отпугнет животное. Да, это распространенный лов. И нет, он не поможет вам, если вы встретите собаку, которая выглядит так, будто собирается на вас напасть. Лучшая линия поведения в этой довольно пугающей ситуации – стоять на месте и избегать прямого зрительного контакта с животным. Не стоит убегать. Это может только потолкнуть собаку к тому, чтобы начать преследовать вас. Если животное нападет, упадите на землю и свернитесь в клубок, защищая голову и шею руками. Но что, если вы столкнетесь с другим, гораздо более опасным представителем семейства псовых – волком? Бегство не спасет вам жизнь. Волки гораздо быстрее людей, особенно в лесу. К тому же, как только вы начнете бежать, у волка сразу же включится инстинкт хищника. Вместо этого постоянно следите за животным и ни в коем случае не поворачивайтесь к нему спиной. Пытаясь убежать, следите за тем, чтобы волк оставался перед вами. Если хищник окажется позади вас, в ход могут пойти охотничьи инстинкты. Поэтому медленно отходите назад, стоя лицом к животному. Возможно, вы слышали, что если вас укусила змея, нужно приложить к месту укуса чеснок. Это еще одно заблуждение. Чеснок абсолютно не действует на змеиный яд. Вместо этого постарайтесь запомнить цвет и форму змеи. Впоследствии это поможет врачам обработать укус и определить, какое противоядие необходимо. Кроме того, сохраняйте неподвижность и спокойствие. Это может замедлить распространение яда. И, конечно, немедленно обратитесь за медицинской помощью. Если вы увидите медведя, упадите на землю и притворитесь мертвым. К сожалению, так получается не всегда. Прежде всего нужно показать животному, что вы не добыча. Не издавайте никаких высоких звуков. Так вы можете еще больше взволновать медведя. Если вы размахиваете руками, делайте это медленно. Если вы решили образумить медведя, делайте это спокойным и низким голосом. Не отрывая глаз от медведя, начните двигаться в сторону. Главное, не споткнуться и не упасть. Не спешите и не убегайте. Хотя на первый взгляд медведи могут показаться неуклюжими, они на удивление хорошо бегают. Кроме того, эти животные обожают преследовать свою добычу. Поэтому, если медведь бросается на вас, прекратите любое движение. Существует заблуждение, что пчелы могут ужалить только один раз. Но на самом деле проблема в том, что жало медоносных пчел колючие и могут легко зацепиться за кожу жертвы. Жало застревает, пчела не может освободиться и обычно не выживает после такого происшествия. Вы должны помнить, что пчелы будут защищать свои ульи, несмотря ни на что. И они могут ужалить вас, даже если вы просто проходите мимо. Если вы одеты в темные цвета, это может сделать пчел более агрессивными, поскольку такие оттенки делают людей похожими на их естественных врагов. Поэтому, если на вас черная футболка, ваши шансы быть ужаленным этим насекомым выше. Если рой пчел преследует вас, спрячьтесь в закрытом или темном месте. Отсутствие должного освещения собьет насекомок с пути. Аналогичные правила действуют и при встрече с осами. Одна из худших ошибок, которую вы можете совершить, это распустить длинные волосы и надеть темную одежду. Ос привлекают темные движущиеся объекты, а ваши одежда и волосы, безусловно, подходят под это описание. Поэтому, если вы подозреваете, что можете столкнуться с осами, наденьте одежду светлых тонов, а волосы завяжите в хвост или пучок. Вопреки распространенному мнению, уксус или пищевая сода при укусе не поможет. Вместо этого приложите к пораженному месту лед. Горилл называют королями джунглей и не без оснований. Это лидеры, которые стремятся защитить свою семью и землю. Обычно они не нападают на вас, если вы ведете себя послушно. Поэтому, встретив гориллу, присядьте. Так вы не будете выглядеть большим и угрожающим, возвышаясь над животным. Старайтесь не издавать громких звуков и избегайте прямого зрительного контакта. В случае нападения или приближения свернитесь в клубок. Гориллы гордые животные. Как правило, они не нападают на слабых и беззащитных. Удивительно, но дикий кенгуру может представлять серьезную угрозу для человека. Но это произойдет только в том случае, если вы войдете на территорию животного и оно почувствует опасность. Чтобы избежать конфликта, покашляйте. И это не шутка. Кашель должен быть коротким и тихим. Кенгуру сочтет это признаком болезни и есть шанс, что он не станет на вас нападать. После этого медленно отступите назад. Так вы будете выглядеть меньше, а значит, менее угрожающе. Не отворачивайтесь и не убегайте. Это только спровоцирует животное. Помните, что кенгуру – отличные прыгуны, способные догнать вас за несколько мгновений. Конечно, мы должны поговорить об акулах. Хорошая новость заключается в том, что из нескольких сотен видов акул, существующих на Земле, только около дюжины нападают на людей. Но если акула заинтересуется вами, оторваться от нее будет крайне сложно. Чтобы не привлекать акул, не допускайте попадания в воду крови или других жидкостей с тела. Акулы чувствуют запахи на большом расстоянии. Кроме того, когда вы идете купаться, снимайте блестящие украшения или другие отражающие предметы. Акул привлекают блестящие предметы, потому что они принимают их за рыбью чешую. Не поворачивайтесь спиной к этому хищнику и не пытайтесь убежать. Так вы будете выглядеть как добыча. Двигайтесь медленно. Если бить животное по глазам и жабрам, это только разозлит его и заставит напасть еще раз. Вместо этого начните пускать пузыри. Они слишком шумные для акул, а эти животные их не любят. Если вы столкнулись с диким кабаном, будет ошибкой пытаться спастись от него, прыгнув в воду. Кабаны на самом деле хорошо плавают и могут легко последовать за вами, если почувствуют опасность. Вместо этого начните свистеть или петь, если заметите кабана, прогуливающегося неподалеку. Если вы столкнулись со львом, поддерживайте с ним зрительный контакт. Не поворачивайте спиной и не отводите взгляд. Это даст хищнику время для нападения. Старайтесь выглядеть больше, чем вы есть на самом деле. Поднимите руку и куртку вверх. Если вы будете выглядеть внушительным и угрожающим, животное постарается избежать столкновения. Говорите со львом достаточно громким и уверенным голосом. Такое поведение не характерно для жертвы. Вы собьете хищника с толку, и он воспримет вас как нечто раздражающее, отчего лучше держаться подальше. Слоны умные и вполне дружелюбные животные, но случалось, что они нападали на людей. Особенно это касается матерей слоних с детьми. Если вы встретили слона, обратите внимание на язык его тела. Если хобот изогнут, а уши отведены назад, значит он может попытаться напасть и раздавить вас. Если животное приближается, не убегайте. Постарайтесь найти что-нибудь, что послужит барьером между вами и слоном. Это может быть камень или дерево. У носорогов плохое зрение, поэтому их легко напугать и спровоцировать на нападение. Скорость этих животных может достигать 37 миль в час, поэтому их очень трудно обогнать. Самый верный способ убежать от носорога – спрятаться за деревом. Это серьезное препятствие для животного. Кроме того, оно вряд ли будет преследовать вас через кусты или высокую траву. Бегемоты могут показаться милыми, но это изображение весьма обманчиво. Эти животные могут быть чрезвычайно опасными. Несмотря на их вес, бегемоты могут бежать со скоростью от 30 до 45 км в час. К тому же их довольно легко разозлить. Поэтому, если погода жаркая, постарайтесь не подходить близко к кустам. Уровень воды понижается в сухой сезон, и бегемоты прячутся в высокой траве. Чтобы животное оставило вас в покое, заберитесь на дерево, скалу или крутую гору. Подождите там, пока оно не уйдет. Вопреки распространенному мнению, быки реагируют на движение, а не на красный или любой другой цвет. Поэтому, если на вас бежит бык, стойте прямо и неподвижно. В качестве приманки используйте свою шляпу, футболку или другую одежду, которая есть под рукой. Когда бык подбежит достаточно близко, бросьте этот предмет как можно дальше от себя. Бык изменит направление и последует за новой целью. Мегалодон был одним из самых больших и свирепых монстров на планете. Мощный челюсть, острый как бритва зубы, гигантский размер. Но что мы знаем о том, какие он издавал звуки? Представьте себе громкий рыб, пронизывающий подводный мир звуковыми вибрациями. На самом деле у мегалодона не было голоса. Это была акула, а у них нет органов, издающих звуки. Тихая опасность. Но несмотря на немоту, мегалодона все равно можно было услышать. Итак, вы находитесь под водой. Сжимаете кулак, поднимаете руку и быстро опускаете ее. Теперь представьте, что это не кулак, а большая подводная лодка. И вы слышите, как вода обтекает гладкую поверхность корпуса. Вот как звучал мегалодон. Когда это чудовище выплывало на поверхность и открывало пасть, звук был похож на водопад. Гигантская акула развивала огромную скорость. Когда вода проходила через ее рот и жабры, это звучало как течение быстрой и мощной реки. У мегалодона не было голоса, только пугающий звук текущей воды. Другие древние рыбы могли издавать звуки, но мы вряд ли их услышали бы. Киты, дельфины и их далекие предки не учитываются, потому что они млекопитающие. Рыбы общались на частотах, неуловимых для человеческого слуха. У них все еще есть эта способность. Но океан был и остается довольно тихим местом. А теперь давайте отправимся на древние земли и проверим, что происходило со звуками в тех краях. Сегодня ученые могут проанализировать звуки многих вымерших животных. Используя компьютерную томографию, они обнаружили, что у некоторых динозавров в черепе имелись небольшие карманы. Они использовали эти черепные лабиринты для воспроизведения звуков и регулировки температуры тела. И люди сумели их услышать. Древняя птица Вегавис, жившая 79-145 миллионов лет назад, звучала как современные утки и гуси. Но она кричала куда страшнее. Ученые выяснили это благодаря ископаемому Сирингса, которого обнаружили в 2016 году в Антарктиде. Это самый старый известный голосовой орган в мире. Он помогал Вегавису издать двойной гудящий звук, исходящий с левой и правой сторон Сирингса. Представьте себе звуки, которые издают утки и гуси. Увеличьте их громкость в несколько раз. Именно так излечал их далекий предок. Что касается других летающих рептилий, таких как Птеродактиль, он не мог кричать как Вегавис, потому что у него не было Сирингса. Он мог рычать, шипеть и щелкать клювом. И это был его самый эффектный звук. Вспомните любого высокого баскетболиста. Череп Птеродактиля был длиннее его роста. Только представьте, какой шум он издавал, щелкая клювом. Щелкающий звук мог оглушать других древних существ. Благодаря фильмам вы наверняка знаете, какие звуки издает Тираннозавр. Этот рев можно узнать из тысяч других. Он напоминает звук бензопилы, пылесоса и гудка. Этот рев имеет много общего с естественными звуками, которые мог издавать этот монстр. Благодаря современным технологиям и хорошо сохранившимся останкам Тирекса, ученым удалось имитировать его звуки. Представьте, что вы загружаете данные о Тираннозавре в программу и готовитесь услышать устрашающий рев. Вы нажимаете кнопку воспроизведения и... Слышите странный звуковой сигнал. Крик Тираннозавра напоминал крик птиц, а не млекопитающих. Но это был не просто звуковой сигнал. Для крика он использовал ноздри, а не пасть. Гул исходил из груди и напоминал сирену. Видимо, это звучало куда страшнее, чем в фильмах. И громче, чем трубы симфонического оркестра. При этом Тирекс задействовал лишь свой нос. Точно неизвестно, рычал ли он через пасть. А еще мы все слышали, какие звуки в фильмах издают динозавры с длинной шеей. Это скорее похоже на крики слонов. Нечто среднее между саксофоном и автомобильным гудком. Но на самом деле эти высокие существа шептали. Почти все млекопитающие издают звуки благодаря гортанному нерву. Он проходит вниз вдоль шеи, огибает кровеносные сосуды грудной клетки и возвращается к гортане. Мозг подает сигнал, который проходит вдвое большее расстояние вдоль тела, прежде чем звук выходит из пасти. А теперь вспомните длинные шеи динозавров в высотой из пятиэтажное здание. Их голосовой сигнал должен был пройти расстояние в 10 этажей. Этот путь занимал слишком много времени, что влияло на их рёк. Захотев издать какой-нибудь звук, они просто шипели. Скорее всего, это было похоже на звук гигантской гадюки. Но самый подробный звук, который получили ученые, принадлежит паразауралову. У этого травоядного динозавра был длинный гребень на затылке. В фильмах мы видели, что он нужен был динозавру для борьбы с противниками. А еще он использовал его, чтобы сбрасывать плоды и листья с деревьев. Ученые считали, что гребень улучшал обоняние динозавра. Но оказалось, что с помощью гребня он издавал громкие пугающие звуки в разных тональностях. Ученые воспроизвели это с фантастической точностью благодаря структуре твердых тканей паразауралово. Почти все живые существа, обладающие голосом, используют для его активации мягкие органы. А они быстро разлагаются. У паразауралово были твердые зубы. Ученые заметили трубки, ведущие от ноздрей к гребню и обратно к ноздрям, когда нашли череп. Это было похоже на крумгорн, музыкальный инструмент. Выходит, динозавр использовал гребень на затылке, чтобы звучать громче. Гребень позволял трубить, чтобы динозавры могли слышать друг друга издалека. Они издавали жужжащие звуки с низкими и высокими нотами. Это как смешать саксофон и трубу с гусиным гулом, автомобильными гудками и низкими частотами, а затем увеличить громкость в несколько раз. Вот как звучал паразауралов. Как детский оркестр. Можно послушать разные тембры этого динозавра в интернете. Он использовал шумы разных тонов для создания сложных социальных связей. Эти динозавры могли общаться, идентифицировать друг друга, трубить об опасности или, наоборот, сигнализировать о своих дружественных намерениях. Мы только что услышали звуки, которые издавали древние рептилии. А как насчет древних насекомых? У них не было голосовых связок. Они использовали трение частей тела. У современных сверчков на одном крыле есть крошечные зазубрины, а второе имеет форму медиатора. Возьмите пластиковую расческу и проведите кончиком пальца по зубьям. Сверчки издают звуки по тому же принципу. Крылья вибрируют, образуя звуковые волны. Но щелканье древнего сверчка сильно отличалось от стрекота современных насекомых. Оно было намного громче. Звуки этих щелчков были похожи на свист. С помощью высокочастотных волн они могли тайно общаться, словно используя закрытый радиоканал. Под такие звуки вы вряд ли смогли бы заснуть. Современные сверчки не такие громкие, так как они стали издавать более высокочастотные звуки. Более высокие волны распространяются не так далеко, что снижает риск того, что их услышит летучая мышь. Только представьте, как звучали джунгли того времени. Громкий стрекот сверчков режет уши. Затем вы слышите шипение брахиозавра. Небо сотрясается от щелчков птеродактиль. Затем откуда-то из джунглей до вас доносятся звуки трубы разных тональностей. Это пара зауралов общаются друг с другом. А потом вас оглушает громкая сирена тираннозавра. Ну и ну. В таких условиях не отдохнуть. К счастью, люди появились лишь через миллионы лет. Кстати, ученым удалось выяснить и понять, как звучали наши далекие предки. Они тщательно изучили функции рта, носа и горла на скелете неандертальца. Их голоса были похожи на наши, но фонетический диапазон взрослого неандертальца был таким же, как если бы ему было 2-3 года. Это напоминало бормотание бессогласных звуков. Изучение черепа не позволило точно воссоздать звуки, которые издавали неандертальцы. Но в 2007 году ученые извлекли из их костей образцы ДНК. Они обнаружили вариацию гена, который мог реагировать на человеческую речь. Ученые считали, что неандертальцы воевали с Homo sapiens. В результате этого конфликта их вид полностью вымер. Но найденный ген указывает на то, что у них могли быть и другие связи друг с другом. Неандертальцы могли понимать язык Homo sapiens и даже произносить некоторые слова. Львы, собаки, кошки – все эти млекопитающие спят в довольно удобных позах. Но только не киты. Они похожи на гигантские плавающие буханки хлеба, на которые однажды наткнулся один дайвер в Карибском море. Шесть китов просто стояли вертикально, опустив хвосты на глубину около 20 метров под поверхностью. Ученые обнаружили, что когда кошелоты дремлют, они остаются в этом положении в течение 10-15 минут. Они не двигаются и практически не дышат. Но эти существа проводят во сне всего 7% своего времени, гораздо меньше, чем другие млекопитающие. Обычно они либо мирно отдыхают в воде, либо расслабляются медленно, плавая рядом с другими морскими обитателями. Бывают, что они двигаются и спят одновременно, то есть просто дремлют. Эти млекопитающие не могут заплывать слишком глубоко и должны держаться поближе к поверхности. Белые акулы спят и охотятся на больших глубинах, а это значит, что хотя бы об этих существах во время сна китам беспокоиться не нужно. К тому же, чем глубже, тем обычно холоднее, а китам нужна более теплая среда, чтобы поддерживать температуру своих больших тел. Когда дельфины остаются одни, они погружаются в стадию глубокого сна. Обычно это происходит ночью и длится всего несколько часов. Во время сна они находятся у самой поверхности, отключают половину своего мозга вместе с одним глазом. Другая половина мозга находится в состоянии готовности. Она готова реагировать, если кто-то подойдет нежелательно близко. Эта часть мозга также посылает сигналы, когда приходит время вынырнуть на поверхность, чтобы сделать глоток свежего воздуха. У морских млекопитающих есть выдубное отверстие. Это лоскут кожи, который в нужный момент открывается и закрывается. Люди дышат автоматически. Наше тело знает, что ему нужно делать, даже когда мы спим. Но у китов и дельфинов особая дыхательная система. Им нужно сознательно подниматься на поверхность, чтобы вдыхать свежий воздух. И одна часть их мозга должна всегда бодрствовать, чтобы сигнализировать о том, что пора всплывать. Киты и дельфины могут задерживать дыхание намного дольше, чем другие виды. Они также обладают более высокой устойчивостью к углекислому газу и могут вдыхать больше воздуха. Их эритроциты также накапливают больше кислорода. Кровь китов и дельфинов поступает только в те части тела, которые нуждаются в кислороде. Если кит использует свой мозг, сердце, плавники или мышцы, необходимые для плавания в данный момент, они будут единственными частями тела, получающими кислород. Пищеварение или другие функции могут подождать. Океан не то место, где можно расслабиться и спокойно поспать. Во время сна метаболизм рыб замедляется. Некоторые из них продолжают плавать в одном и том же месте. Другие находят безопасные места среди кораллов или в или. В раннем возрасте дельфины учатся издавать уникальный свист, который позволяет всем остальным особям и стае их узнавать. Специфический свист дельфина по сути его имя. И дельфины действительно на него реагируют. У моллюсков есть ноги. Они похожи на большой язык, который иногда высовывается из раковины. Но на самом деле это нога. И она довольно длинная по сравнению с общим размером существа. Моллюски используют эту конечность, чтобы зарываться в песок. Синий кит. Это самое крупное живое существо на планете. Он больше, чем большинство динозавров. Он может достигать в длину до 30 метров и весить почти 200 тонн. Это как 50 взрослых слонов. Один только язык синего кита может весить больше, чем один слон. Такому гиганту нужно много есть. Он получает полмиллиона калорий всего за один глоток. Сердце синего кита размером с автомобиль и весит 590 килограммов. Чтобы обеспечить циркуляцию крови по такому гигантскому телу, сердцебиение кита настолько сильное, что его можно услышать с расстояния 3 километров. Сердце кита бьется всего 8-10 раз в минуту. А еще кит – одно из самых громких существ на свете. Его зов может достигать 180 дБ, что так же громко, как звук летящего реактивного самолета. Почти 95% тела медузы состоит из воды. Для сравнения, человеческое тело состоит из воды на 60%. И это неудивительно, ведь у медуз нет сердца, крови, глаз или мозга. Остальные 5% их веса составляют белки, мышцы и нервные клетки. Медузы существуют уже более 500 миллионов лет. И это делает их старше динозавров. Эти существа не сильно изменились. Сегодняшние медузы очень похожи на своих предков. Они живут в океане. Но в 1991 году более 2000 медуз было отправлено в космос. Ученые хотели посмотреть, как они будут реагировать на среду без гравитации. Медуза размножилась и создала 60 тысяч новых особей. Но, к сожалению, они не смогли нормально функционировать после возвращения на Землю. Кстати, один вид медуз может буквально жить вечно. Достигнув зрелости, существо опускается на морское дно, чтобы снова превратиться в полип, в котором затем формируется новая медуза с той же генетикой. Гренландские полярные акулы могут жить 500 лет. Это животное с практически самой длинноизвестной продолжительностью жизни среди позвоночных. Кошелоты – существа очень общительные. Они проводят всю жизнь в окружении семьи, поддерживают друг друга, заводят близких друзей, которых помнят, даже если они какое-то время не видятся. У электрических угрей маленькие глаза, на которые трудно рассчитывать в условиях отсутствия света. Поэтому в основном они полагаются на свои электрические органы, которые состоят из 6000 ячеек. Угри используют их для хранения энергии, подобно батареи. А электричество также, как летучие мыши – свои радары, или дельфины – свой гидролокатор. Угри также может вырабатывать достаточной электроэнергии, чтобы запитать целое табло с лампочками. Существуют маленькие тропические рыбки – брызгуны. Их можно научить распознавать человеческие лица. Они обладают интересной способностью выплевывать изо рта небольшие струи воды. Исследователи показывали рыбе изображение двух разных лиц людей. Один был неизвестным, а другой – знакомым. Рыба должна была выплюнуть воду знакомого. Удивительно, что более чем в 80% случаев рыба справлялась успешно. Каждую зиму белые акулы, обитающие вдоль побережья Калифорнии, куда-то исчезают. Такое ощущение, что дни на 30-40 они отправляются в отпуск. Но на самом деле они уплывают в одно место, которое находится между Гавайскими островами и Мексикой. Возможно, они это делают, чтобы перекусить, расслабиться или пообщаться со своими приятелями из других районов. Теперь это место называется «Кафе белые акулы». Некоторые виды акул, такие как мака, китовые акулы или белые акулы, дышат специфическим образом. Для этого им требуется все время находиться в движении, то есть плавать. Двигаться нужно быстро и с открытым ртом. Именно таким образом кислород проникает в их жабры. Морские губки – одни из самых примитивных существ. Они неподвижны. У них нет рта, глаз, костей, мозга, сердца, легких и вообще никаких органов. Однако они живые. Есть такой морской обитатель, которого прозвали морским единорогом. Это нарвал. Его рог на самом деле зуб, который может вырастать в длину до 3 метров. Ламантины, также известные как морские коровы, являются дальними родственниками слонов. Их вес может достигать 450 килограммов. Эти существа вегетарианцы должны ежедневно съедать около 10% своего общего веса. Это же целая гора морского салата. Иногда ламантины даже делят пространство с аллигаторами, и они отлично друг с другом ладят. Вы можете найти в интернете фото из Флориды, где аллигатор катается на спине ламантина. У рыб-легушек есть специальные плавники, которые помогают им ходить по песку. Очень полезный навык на мелководье. Прозрачную рыбу-трубочника разглядеть весьма непросто, но если вы ее заметите, то очень удивитесь. Ее голова составляет более 40% всего тела. Крабам не хочется тратить время на такие формальности, как пробовать пищу ртом. Вот почему они дегустируют ее ногами. Именно в них находятся их вкусовые рецепторы. Морские игуаны – единственные ящерицы на нашей планете, которым нравится проводить время в океане, хотя в основном они живут на суше. Эти травоядные животные питаются на мелководье и плавают, как змеи. Игуаны используют свои длинные когти, чтобы цепляться за дно, когда им хочется по нему прогуляться. Во время миграции зеленые черепахи могут преодолевать более 12 250 километров. Они пытаются найти идеальное место для кладок яиц. Пингвины как бы летают, когда находятся под водой, развивая скорость до 40 километров в час. Более 500 миллионов лет назад глубоководные черви и люди имели общего предка. Таким образом, мы все еще делим 70% наших генов с этими существами, а также с морскими звездами, кальмарами и осьминогами. Океан покрывает более 70% нашей планеты, и более 80% его пространства еще не исследовано. В нем обитает более миллиона видов разных живых существ. Однако в нем есть еще кое-что — это 3 миллиона затонувших кораблей, чьи истории окутаны тайнами, и многие из них нам еще только предстоит узнать. Некоторые акулы, например, головастые, светятся в темноте. Они живут глубоко в водах океана, почти на глубине 520 метров, и излучают флуоресцентное свечение, которое могут видеть только другие акулы. Ученые обнаружили свечение благодаря использованию фильтров, блокирующих желтый свет. Они считают, что так рыбы общаются со своими приятелями. Свечение помогает акулам бороться с микробными инфекциями. Коровьи птицы узнают друг друга по секретным паролям. Это особый вид птиц-паразитов, которые откладывают яйца в чужие гнезда. У молодых особей есть внутренний механизм, с помощью которого они узнают пение своих сородичей, секретный пароль, известный только им. Так они находят других коровьих птиц. Медведи-гризли очень сильно кусаются. И поверьте, вам лучше держаться подальше от острых когтей и зубов этого здоровяка. Сила его укуса составляет более 8 миллионов паскалей. Это означает, что мишка может раздавить шар для боулинга. Полосы у одних животных глубокие, а у других поверхностные. Тигры относятся к первой группе. Полосатые у них не только шерсть, но и кожа. То же самое и у других больших кошек, например, у снежного барса. Жирафы и зебры относятся ко второй группе, потому что узоры у них только на шерсти. Кстати, о зебрах. Как вы думаете, они черные с белыми полосками или белые с черными? На первый взгляд кажется, что второй вариант правильный. Черные полосы у них в основном заканчиваются на внутренней стороне ног и животе, а все остальное белое. Но это не так. Зебры черные с белыми полосками. Весь их мех, белый и черный, растет из фолликулов, в которых есть меланоциты. Эти клетки есть у всех животных. Они производят пигмент меланин, который придает цвет шерсти и коже. У зебр химические мессенджеры сообщают, какие меланоциты посылают пигмент в определенную область шерсти. Вот почему зебры в черно-белую полоску. На самом деле белый цвет не пигмент, а его отсутствие. Так что все зебры черные по умолчанию. Отпечатки пальцев коал настолько похожи на наши, что они могут оставить след даже на месте преступления. На первый взгляд у них нет ничего общего с людьми, но присмотритесь к их рукам. У них есть характерные петли и арки, поэтому если коала захочет нарушить закон, ей точно нужно надеть перчатки. Крабы-призраки рычат, когда рядом кто-то представляет угрозу. Они издают эти звуки зубами, расположенными в желудке. Для начала крабы поднимают клешни в знак того, что будут защищаться, если вы попытаетесь что-то сделать. Если это не сработает, они начнут устрашающе рычать, как собаки. Звук получается потому, что три удлиненных твердых зуба внутри желудка краба трутся друг о друга. Такой же звук они издают, когда перемалывают пищу. Раз уж мы заговорили о зубах, знаете ли вы, что рога нарвала – это тоже зубы, вывернутые наизнанку. В отличие от других китов, у нарвалов есть большой рог или зуб, который растет изнутри челюсти. Он очень чувствителен, потому что там расположены примерно 10 миллионов незащищенных нервных окончаний. Это почти как кусок кожи, потому что обычно в рогах или бивнях нет большого количества нервных окончаний. Около 95% людей – правши, как и афалины, только среди них правши даже больше. Во время исследования ученые выяснили, что в 99% случаев эти дельфины поворачиваются на левый бок, а это значит, что они правши. Правой стороной они двигаются ко дну океана, когда отправляются на поиски пищи – кальмаров, креветок или мелкой рыбы. И еще кое-что интересное из жизни океана. Знаете ли вы, что горбатые киты создают пузыри, когда преследуют добычу? Наверняка вы думали, что, учитывая размеры, поужиной для них не составит труда. Но когда киты выслеживают добычу в открытых водах, они объединяются и используют так называемую сеть из пузырей. Плывя по восходящей спирали, они пускают под воду пузыри, из-за которых рыбам сложно сбежать. Доказано, что первые домашние кошки появились 12 тысяч лет назад. Исследователи узнали об этом почти 20 лет назад, когда раскапывали древнюю кипрскую деревню. Они нашли кошачьи кости рядом с человеческими, что говорит о том, что эти двое были рядом до самого конца. Люди ходили на охоту, поэтому примерно 29 тысяч лет назад первыми приручили собак, которые помогали им ловить других животных. Они даже не думали, что им понадобятся кошки, пока не начали обустраиваться и хранить излишки урожая. Мыши стали часто наведываться в склады с зерном, поэтому кошки пришлись ко двору. Тупики очень необычно чешутся. Безусловно, их потрясающие клювы – повод для гордости, но вот для чесания этого маловато. Ученые заметили, что для того, чтобы почесаться, птички берут небольшую деревянную палочку. Есть особый вид муравьев, которые живут в небольшой части Манхэттена. Насекомые облюбовали себе место между 63-й и 76-й улицами вдоль Бродвея. Манхэттенский муравей похож на коллегу из Европы, но на самом деле они разные. Патараманы, знаете ли вы, что шоколадные лягушки действительно существуют? Не такие, как в фильмах, но все-таки. Новая Гвинея и Австралия не всегда были разделены. Они были вместе миллионы лет, пока около 12 тысяч лет назад уровень моря не поднялся, и они не отделились. Из-за того, что территории долго находились рядом, их флора и фауна похожи. Например, там очень много зеленых древесных лягушек, а некоторые из них живут в жарких болотистых регионах, окруженных множеством крокодилов, и выглядят так, будто сделаны из шоколада. Фламинго известны своим окрасом, но на самом деле их перья не розовые. Птицы рождаются серыми, и если бы они не питались сине-зелеными водорослями и креветками, то цвет их оперения остался прежним. В этих продуктах содержится природный краситель, поэтому перья фламинго становятся розовыми. Когда детеныши тасманских дьяволов, врастая, покидают мам, они живут вместе и заводят приятелей, с которыми общаются всю жизнь. И не только они. Коровы тоже отлично социализированы. Им нравится общаться. Ученые обнаружили, что если корову разлучить с лучшими друзьями, частота ее пульса значительно увеличится, а это является признаком стресса. Только представьте, если бы вы могли заморозить себя зимой, вместо того, чтобы стучать зубами от холода, надевая куртку. А водные лягушки на это способны. Зимой они большую часть времени проводят на дне пруда, озера или другого водоема. Жабы и лягушки – хладнокровные животные. Температура их тела принимает температуру окружающей среды. Зимой лягушки могут замерзнуть из-за высокой концентрации глюкозы в жизненно важных органах. Но после разморозки они продолжают жить, как ни в чем не бывало. У осьминогов три сердца и кровь голубого цвета. Они могут двигаться со скоростью 40 км в час и распыляют чернила, которые не только затуманивают противнику зрения, но и вредят ему. А еще у них 9 мозгов – один центральный и 8 поменьше, расположенных в руках. Поэтому руками они могут открыть моллюска, пока центральный мозг занят чем-то другим. Даже пищу осьминог пробуют руками. В их присосках есть клетки, которые позволяют осизать и пробовать на вкус химические вещества, которые производят морские жители. Так осьминог может отличить пищу от камней. Скорее всего, у вас есть собака, которая бегает по дому и виляет своим драгоценным хвостом или обнюхивает ваши ноги. Вы когда-нибудь удивлялись тому, насколько у нее острый слух? Ведь она может услышать, как вы открываете пакет с чипсами, даже если вы находитесь на другом этаже дома. Но даже несмотря на эту удивительную способность, у большинства домашних собак не самый лучший слух в животном мире. На самом деле, они даже не входят в пятерку лучших. На этой ноте давайте окунемся в мир слуха животных и попробуем представить, как звучит жизнь других существ. У нас, людей, есть всевозможные таланты, но когда дело доходит до олимпийских игр по слуху, мы даже не участвуем в них. Поставьте нас рядом с кошкой или летучей мышью, и наши уши покажутся вам простоватыми. Возьмем, к примеру, слонов. Они большие животные, и уши у них тоже большие. Их слуховые органы способны улавливать инфразвуковые волны. Это необычные звуковые волны. Это низкочастотный звенящий шепот, который мы, люди, не можем услышать. Это означает, что слоны могут улавливать такие вещи, как движущиеся дождевые облака. Мало того, у этих массивных млекопитающих есть еще и довольно хитрый способ общения. Они топают по земле, создавая едва заметные для нас вибрации. Но для слонов эти вибрации – эквивалент междугородного телефонного звонка. Сообщения принимаются через их ноги и слуховые косточки, даже если они находятся на расстоянии многих километров друг от друга. Интересный прием! Перейдем к летучим мышам. Они настоящие мастера ночной навигации благодаря использованию эхолокации. Эти животные издают высокочастотные звуки, которые отражаются от предметов. Эхо помогает летучим мышам создавать ментальную карту, позволяющую им безупречно ориентироваться в темноте. Когда мы начали думать, что летучие мыши не могут быть еще круче, ученые обнаружили, что их слуховые способности распространяются и на крылья. Специальные волоски, называемые волосками Меркеля, чувствуют движение воздуха, помогая летучим мышам обнаруживать приближающиеся объекты. Это не традиционный слух, к которому мы привыкли, а великолепная адаптация к окружающей среде. Дельфины же, напротив, являются мастерами водной акустики. Можно подумать, что пребывание под водой может помешать слуху. Но дельфины превратили эту проблему в преимущество. У них свой вариант эхолокации. Они излучают звуковые импульсы лбом. Эти звуки отражаются от предметов и улавливаются челюстями дельфина, а затем передаются в мозг по высокоразвитым слуховым нервам. Уши у дельфинов хоть и имеются, но не играют главную роль в слухе, как наши. Вместо этого дельфины нашли инновационные способы слушать, еще раз доказав, насколько удивительными являются животные. Пусть вас не обманывает их статус домашних питомцев. Кошки и собаки – чемпионы по слуху. Кошачьи уши устроены так, что способны улавливать высокочастотные звуки на расстоянии до 50 метров. Удобно для ловли мышей, не правда ли? Собаки, напротив, умеют определять местоположение звуков благодаря мышцам вокруг ушей. Вы когда-нибудь видели, как ваш пес навостряет уши, когда слышит что-то подозрительное? Так работает их острый слух. Даже самые маленькие существа, жужжащие вокруг нас, например, насекомые, на самом деле способны слышать окружающий мир. Фактически, у некоторых насекомых есть что-то вроде наших человеческих барабанных перепонок. Это тонкая маленькая мембрана, получившая название «тимпональная перепонка». Наши барабанные перепонки колеблются под действием звуковых волн. Это колебание затем преобразуется в сигнал, который наш мозг способен понять. Наверняка вы слышали ночную серенаду сверчков или ритмическую песню «Цикад летом». Эти маленькие маэстро симфонии используют именно такую конфигурацию, чтобы слушать свой мир. Но это еще не все. Некоторые насекомые используют другой подход к прослушиванию своего окружения. У них есть сенсорные клетки прямо в центре усиков. Эта структура называется Джонстонов орган. Возьмите, например, комаров или пчел, или даже мух-дрозофил. Они используют свои усики не только чтобы ориентироваться в пространстве, но и чтобы слушать мир вокруг. И это еще не все. У бражников, мрачных ночных созданий, этот уникальный орган находится прямо во рту. Это как суперспособность, позволяющая им улавливать ультразвуковые звуки. Благодаря им они могут уворачиваться от летучих мышей, которые охотятся на них. Когда речь заходит о безусловном победителе в царстве животных, в вопросах слуха оказывается, что на самом деле это мотылек. Но не просто мотылек, а большая восковая моль, открытая учеными из Глазго, Шотландия. У них есть несколько увлекательных сведений об этих мотыльках, которые заставляют наши уши как следует напрячься. Для справки. Большая восковая моль не выделяется своим внешним видом. Она просто коричневая. Что касается ее повседневной деятельности, то она обожает обгладывать соты. Несмотря на то, что эта моль ничем не примечательна, у нее уникальный слух. Насколько же он хорош, спросите вы. Выяснилось, что это крошечное существо способно улавливать звуки с частотой до 300 кГц. Для сравнения, наши человеческие уши способны улавливать звуки только до 20 кГц. С возрастом это и без того не впечатляющая способность снижается примерно до 15 кГц. Даже дельфины не могут конкурировать с молью. Они могут слышать звуки только до 160 кГц. Вы, наверное, задаетесь вопросом, зачем молит такой суперслух? Ученые объясняют, что причина такого необычного слуха кроется в инстинкте выживания. Точнее, в желании уйти от хищников. Летучие мыши используют высокочастотные эхолокационные сигналы, чтобы найти среди насекомых настоящее лакомство – мотыльков. Но они эволюционировали, чтобы улавливать частоты, на которые летучие мыши не могут попасть. Хотя загадка была решена, оставалось неясным, зачем молит вообще может понадобиться слышать такие высокие частоты. В ходе исследования специалисты обнаружили, что запись высокочастотного ультразвука – дело непростое, поэтому есть вероятность, что летучие мыши действительно способны издавать звуки на частотах, доступных для мотыльков. Чтобы выяснить все это, ученые использовали специально разработанное ультразвуковое устройство. Оно излучало сумасшедшие высокие частоты, а затем они наблюдали за реакцией мотыльков, используя электроды для измерения их нейронных реакций. Практическое применение этого исследования может быть достаточно важным. Понимание внутренней работы уха большой восковой моли может оказать большое влияние на мир технологий. Например, эти знания могут помочь исследователям создать сверхминиатюрные микрофоны. Мы знаем, что всевозможные животные, от крошечных существ, ползающих по Земле, до гигантских существ, плавающих в океане, способны улавливать определенные звуковые частоты, на которые наши человеческие уши просто не способны. Однако ученые сделали потрясающее открытие. Они впервые показали, что наша способность улавливать крошечные различия в звуковых частотах может превосходить таковую у животных благодаря нашим индивидуальным нейронам. Как же им удалось это доказать, спрашиваете вы? Они воспользовались уникальной методикой, позволяющей записывать работу отдельных нейронов в слуховой коре, той части мозга, которая играет главную роль в обработке звуков, когда мы подвергаемся воздействию различных шумов. Видите ли, большая часть того, что мы знаем о слуховой коре, была получена в ходе прошлых исследований, изучавших реакцию нейронной активности животных на звук. Эти исследования были очень полезны, поскольку позволили нам понять, как звуки обрабатываются в нашей слуховой системе. Но они не позволили нам понять, что отличает нас, людей, в том, как мы воспринимаем звуки. Когда ученые проверили, как мы реагируем на выдуманные звуки, они обнаружили, что нейроны в слуховой коре отвечают на определенные частоты с удивительной точностью. Они могли уловить даже такие крошечные различия, как четверть тона, просто наблюдая за реакцией отдельных нейронов. Такой уровень детализации обычно не встречается в слуховой коре других млекопитающих. Исключением могут быть летучие мыши, которые используют свой слух довольно уникальным образом. Но это может объяснить, почему мы, люди, различаем частоты лучше, чем животные. Похоже, что способ обработки звуковых частот нашим мозгом имеет некоторые особенности. При воспроизведении естественных звуков, таких как разговоры, музыка и повседневный шум, нейроны демонстрировали сложную активность. Это поведение нельзя было объяснить только частотной избирательностью нейронов. Подобные явления наблюдались раньше в исследованиях у животных, но у людей они были замечены впервые. Обычное утро. Как всегда, вы принимаете душ, прежде чем начать собираться на работу. Все идет по плану, до поры до времени. Одно неуклюжее движение, немного воды, пролитый на пол, и вы хлопаете руками в воздухе, а ваше тело приближается к полу с пугающей скоростью. Все вокруг становится черным. Первое, что вы слышите, это высокочастотный звон в голове. Ай, ваша голова! Вы осторожно встаете, крови нет, и это хорошо. Еще лучше то, что раздражающий шум прекращается. Держась за голову, вы выходите из ванной и чуть не спотыкаетесь о своего кота. Он шипит, а потом ясный голос в вашей голове говорит, неуклюжий неудачник. Что? Вы в страхе мотаете головой, но никого не видите, только вы и кот. Наверное, вы ударились головой сильнее, чем думали. Вы пожимаете плечами и направляетесь на кухню. Кот следует за вами. Вы слышите непрекращающиеся ворчания. Почему он может спать в спальне, а мне туда вход воспрещен? Почему я до сих пор не получил свою порцию еды? Это кожаное создание слишком лениво. Может мне поцарапать диван или оставить мышь на его подушке? Первая мысль, которая приходит вам в голову, у нас в доме есть мыши, вторая более уместная. Я схожу с ума. Отлично. Действуя на автопилоте, вы наливаете в кошачью миску немного молока и насыпаете в другую сухой корм. Кота не устраивает ваша скорость. Если судить по его... Поторопись, ради бога, чувак. Итак, теперь вам придется жить с осознанием, что ваш любимый кот на самом деле обладает характером сварливого старика. Да уж. Вы решаете снова запереться в ванной, потому что вас начинает мутить. Вы садитесь на крышку унитаза, но едва не подпрыгиваете на полметра, когда слышите, что кто-то громко ругается. Осмотревшись, вы обнаруживаете, что в вашем доме есть не только мыши, но и тараканы. Отлично. Вы наблюдаете пару этих насекомых, которые, похоже, ссорятся. По крайней мере, одно из них обвиняет другое в... Да ладно! В измене! Вы услышали достаточно. Вы собираетесь выбежать из ванной, когда звучит бум! В гостиной вы находите своего кота на полу рядом с разбитым цветочным горшком. И что самое ужасное? Ему очень больно. Он не перестает скулить и мяукать. Больно, больно. Моя лапа, ай, ай! Но диван должен быть поцарапан. Вы хватаете кота, запихиваете его в переноску. Эй, полегче ты, кожаный мешок. И направляетесь в клинику. По дороге вам приходится сосредоточиться, чтобы отгородиться от бесчисленных голосов, наседающих на вас. Зал ожиданий ветеринарной клиники переполнен. Вам лучше набраться терпения. Через полчаса ваша голова готова взорваться. Вы узнали, что желтый питон подозрительно заинтересовался хомячком, которого девушка в углу прижимает к груди. С-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с-с Кто же у всех на своем пути? Наконец наступает ваша очередь. Ветеринар приглашает вас в кабинет, и вы наклоняетесь, чтобы поднять сумку с котом. Когда в комнату врывается отчаянно выглядящий молодой человек. Мой щенок, что с ним? Ветеринар извиняюще смотрит на вас, но вы сосредоточены на все. Он выглядит слабым, но вам удается разобрать слова. Шоколад, ням. Когда вы говорите ветеринару и встревоженному хозяину, что собака наелась в шоколаде, на которой для нее настоящий яд, они бросают на вас странный взгляд и исчезают в кабинете. Через некоторое время оттуда выходит парень, держа на руках собаку, который выглядит гораздо лучше, чем раньше. Когда они уходят, ветеринар обращается к вам. Как же вы догадались, что собака съела шоколад? О-оу, начинается. Вы решаете, что честность – лучшая стратегия, и говорите ветеринару, что можете понимать, что говорят животные. Конечно, врач вам не верит. Вам приходится сильно постараться, чтобы убедить его, но с помощью двух других собак, своего кота и пожилой белки вам удается заставить его поверить вам. Вернувшись домой, вы чувствуете, что у вас кружится голова от голода. Все, о чем вы можете думать – это яичница с беконом. О, вкуснятина. Подождите, бекон. Но это… ой-ой. Очевидно, с сегодняшнего дня вы – веган. В общем, тогда все и начинается. Вы не понимаете, как это происходит, но за одну ночь вы становитесь знаменитым. На следующее утро вас будет громкий шум. Не похоже, что это глаза животных. Вы выглядываете из окна и видите толпы людей, собравшихся вокруг вашего дома. Некоторые из них – репортеры. А другие – владельцы домашних животных, которые пришли просить вас о помощи. Кот недоволен. Не переставая ворчать и обзываться, он кусает вас за ногу и убегает под лестницу. А вы выходите из дома, чтобы поговорить с людьми и ответить на вопросы репортеров. К вечеру вы устали, но счастливы. Сегодня вы спасли несколько животных. У них были серьезные физические и психологические проблемы, с которыми их хозяева не могли справиться самостоятельно. Лежа в постели в темноте, вы думаете о том, как можно использовать свою способность. И тогда ваш план обретает форму. Вскоре вы становитесь самым известным в мире специалистом по уходу за животными. Вы слушаете, как животные рассказывают о своих проблемах, выводите их из депрессии и помогаете им разрешить недоразумения с хозяевами. Телепередачи приглашают вас на интервью. Ваш канал на YouTube растет с каждым днем. Люди узнают вас на улице и просят сфотографироваться с ними. Вы путешествуете по миру, помогаете исчезающим видам животных и читаете лекции. Вы открываете ветеринарные клиники и приглашаете на работу лучших специалистов. Вы никогда не чувствуете себя одиноким. Всегда есть с кем поговорить или кого послушать. Хотя бы птиц, когда вы гуляете в парке, или рыб, когда вы в редкий момент отдыхаете на пляже. В то же время вы осознали, как много животных молят о помощи. Но никто их не слышит. Вы решаете взять на себя роль их представителя. Вы теперь знамениты не только в мире людей, но и в мире животных. Они благодарны вам и в ответ начинают сообщать вам о различных стихийных бедствиях, которые вот-вот произойдут на планете. Вы слышали, что животные могут предсказывать землетрясение или извержение вулканов. И если раньше людям приходилось сильно постараться, чтобы заметить необычное поведение определенных видов, то теперь животные просто передают вам информацию о том, что и где произойдет. Со временем вы замечаете, что проводите меньше времени среди людей и больше с животными. Вы планируете кампании против зоопарков, цирков и других мест, где животных содержат против их воли. И вот однажды случается немыслимое. Вы возвращаетесь домой, и рядом с вами останавливается черный кургой. Несколько здоровенных парней в масках хватают вас и заталкивают внутрь. Двери закрываются за вашей спиной. Внутри вы узнаете, что несколько влиятельных людей недовольны вашей деятельностью. Вы понимаете, что эта поездка ничем хорошим не закончится. Парни завязывают вам глаза и ведут куда-то. Но в один момент вы теряете опору и ударяетесь головой обо что-то. Сильно. Вы открываете глаза. Над вами стоит ваш кот и равнодушно смотрит на ваше лежащее тело. И тут происходит самое ужасное. Он мяукает, что звучит как целое предложение. Отворачивается и выходит из ванной. И вы не понимаете ни слова из того, что он сказал. Неужели это был лишь сон? Давайте посмотрим правде в глаза. Мы, люди, довольно обычные. Мы ведь не супергерои со сверхспособностями, верно? Или вы думали иначе? Но в животном мире есть куча супергероев. Одни живут вечно, другим кажется, плевать на законы гравитации. Третьи невосприимчивы к яду, четвертые могут бегать по воде. А от некоторых из них у вас по спине побегут мурашки. Первая суперсила в списке – способность жить без воды. Кенгуровые крысы могут обходиться без воды годами. На самом деле они не возражают против жизни без воды. С другой стороны, человек может прожить без воды только три дня. Люди – ноль, кенгуровая крыса – один. Эти маленькие существа живут в крайне засушливых районах и вынуждены получать воду из семян и растений, которыми питаются. И хотя это может показаться немного тревожным, кенгуровые крысы также умеют добывать воду из своей мочи, прежде чем отправиться в туалет. Таким образом, они не тратят ни капли драгоценной влаги. Это пригодится на спортивных соревнованиях. А теперь позвольте представить вам Питера Паркера из «Мира животных». Да, похоже, что Человек-паук существует, но не в виде человека. Познакомьтесь с ящерицей-геконом или просто геконом. Это животное обладает удивительной способностью взбираться на любые вертикальные поверхности и даже может прогуляться по потолку. Такой подвиг, не поддающийся гравитации, возможен благодаря уникальным подушечкам лап ящерицы, покрытым крошечными волосками. Они могут цепляться практически за любую поверхность, независимо от того, гладкая она, твердая, шероховатая или мягкая. Еще один забавный факт об этих ребятах — отсутствие век. Поэтому они всегда держат глаза широко открытыми, наблюдая за тем, что происходит вокруг. Если вам интересно, как они защищают свои глаза, то вот ответ. Их глаза покрыты прозрачной мембраной — роговицей. Конечно, они не могут закрыть глаза. А если им что-то попало в глаз, они просто слизывают это. Да, они чистят глазные яблоки, вылизывая их. Наверное, это еще одна суперспособность. Как насчет сверхзвуковых сверхспособностей? И такие есть. Креветка-пистолет длиной 2,5 см отпугивает свою жертву звуком. Несмотря на скромные размеры, эта креветка — одно из самых громких морских животных. Когда она щелкает клешнями, то издает громкий звук, способный оглушить любого. В том числе и добычу, так что креветка может поймать ее без особых усилий. В мире комиксов есть веном. В мире животных есть парень, которого можно назвать антивеномом. А пуссумы известны своим особым трюком — притворяться неживыми, когда на них нападает хищник. Но это еще не конец истории. Эти ребята также невосприимчивы к яду гремучих змей и гадюк. Секрет заключается в пептиде, который помогает опоссумам нейтрализовать опасные химические вещества. Именно поэтому змеи являются излюбленным лакомством в рационе опоссумов. Есть в их меню и другая любопытная вещь — клещи. За сезон один опоссум может собрать около 5000 клещей. Причем большинство из них он собирает с собственного тела. Представьте себе рыбу, которая пользуется такой дурной славой, что ее называют опасной. Это эмбенго, что в переводе с суахили буквально означает «опасная рыба». Этот монстр живет в пресной воде и не прочь пообедать крокодилом. Нецелым крокодилом нет, но эмбенго вполне может откусить от него кусочек. Если честно, эти ребята пугают крокодилов так же, как крокодилы пугают их. Вы смотрите это видео, используя какой-нибудь гаджет, верно? Так вот, всеми своими гаджетами мы в какой-то мере обязаны электрическим угрям. Ведь во всех гаджетах есть батарейки, и угри внесли большой вклад в изобретение электрической батарейки еще в 1800 году. Знаю-знаю, с тех пор батарейки неузнаваемо изменились, но все же первая в истории электрическая батарейка была изобретена благодаря электрическим угрям. В любом случае, если вы увидите одного из них и захотите поблагодарить за великолепное изобретение, не делайте этого. Дело в том, что они могут наносить удары током до 860 вольт. Вы же не хотите испытать это на себе? А теперь давайте поговорим о графе Дракуле из Царства Животных. Нет, я говорю не о летучих мышах. Я говорю о клыкастой рыбе-вампире. Эти рыбы известны как паяры и имеют два длинных клыка, выступающих из нижней челюсти. Вот почему некоторые люди ассоциируют их с вампирами. Бегемоты – гуру красоты. Ведь они знают, как сэкономить целое состояние на уходе за кожей. Живя под суровым африканским солнцем, эти животные выделяют красное маслянистое вещество, похожее на пот, которое испаряется и сохраняет тело животных прохладным. Кроме того, эта жидкость работает как увлажняющее средство – солнцезащитный крем и антибиотик. Все вместе. Но не только они обладают такой суперспособностью. Креветки, богомолы тоже умеют производить натуральный солнцезащитный крем. Но они используют его для защиты глаз. Все дело в аминокислотных пигментах, которые действуют как специальные фильтры, способствующие острому зрению. Вот что я называю многозадачностью. У сурикатов темные пятна вокруг глаз, что делает их еще более милыми. Но эти черные круги служат не только для того, чтобы сделать этих приятелей настолько очаровательными. Они также выполняют функцию встроенных солнцезащитных очков. Темный мех на патчах блокирует палящее солнце, и в результате сурикаты могут смотреть прямо на небо. Кроме того, часовой сурикат, который следит за птицами и другими хищниками, может легко заметить приближающуюся опасность и предупредить своих товарищей. Дикие козы славятся своими навыками скалолазания. Но альпийский горный козел из Северной Италии – чемпион. Этот зверь может забраться практически на любую вертикальную поверхность, нарушая при этом несколько физических законов. Интересно, что по самым крутым стенам скал ходят, как правило, козы матери со своими малышами. Крупные самцы предпочитают держаться на расстоянии и использовать ровные горизонтальные поверхности. Умные ребята! Некоторые животные защищаются ядом или укусами, а другие используют для защиты химию. Послушайте. Некоторые виды многоножек вырабатывают цианистый водород и выделяют его, когда чувствуют угрозу. Цианистый водород не имеет запаха, но очень токсичен. Одна маленькая многоножка не может причинить вам серьезного вреда. Но у вас могут быть ожоги или даже волдыри, если вы обладатель чувствительной кожи. Кроме того, чтобы сделать картину еще страшнее, некоторые многоножки светятся в темноте. Так что будьте осторожны, если увидите ночью ползущее пятно света, убегайте как можно быстрее. Когда жук-бомбардир чувствует опасность, он выпрыскивает горячую жидкость из кончика брюшка с громким хлопающим звуком. При надвигающейся угрозе в специальных резервуарах в брюшке жука начинается химическая реакция. Тепло от этого процесса почти достигает точки кипения, а также выделяется специальный газ, который и вызывает выброс. Такая суперзащита обычно оказывается смертельной для атакующих насекомых. Хм, еще бы! Ящерица-василиска обладает удивительной способностью бегать по воде. Прежде всего, их задние ноги оснащены длинными пальцами с бахромой из кожи, которая может расходиться в воде. В результате большая поверхность лапы ящерицы соприкасается с водой. Когда ящерица бежит по воде, она невероятно быстро перебирает лапками. Это создает небольшие воздушные карманы, которые не дают животному утонуть, удерживая его на поверхности. Блохи могут раздражать, но это не делает их менее удивительными. Эти крошечные существа могут подпрыгивать примерно в 50 раз больше длины своего тела. Если бы люди могли делать то же самое, мы бы подпрыгивали на 400 метров вверх. Что ж, давайте попробуем! Самое любопытное в удивительной способности блох то, что большую часть энергии для прыжков они берут из пальцев ног, а не из коленей. А какая у вас любимая суперспособность у животных? Я голосую за кенгуровую крысу. Мне не нравится стоять в очередях в туалет. Оказывается, у морской звезды нет головы. Она сама и есть голова. Когда вы впервые смотрите на морскую звезду, вам кажется, что у нее пять рук. Ученых всегда интересовало, почему морские звезды выглядят именно так и, в частности, где у них находится голова. У большинства животных, включая нас, тело двусторонне симметрично. То есть, его можно разделить посередине и получить две одинаковые стороны. Но морские звезды, а также песчаные доллары и морские анимоны – другие. Они радиально симметричны. То есть, их тела состоят из одинаковых частей, расположенных от центра. Морская звезда или морские звезды – особенно тем, что обладает пятисторонней симметрией, и ее можно разделить на пять равных частей. Чтобы сделать это открытие, ученые использовали технику под названием РНК-томография, которая помогает изучать гены. Они сосредоточились на генах, контролирующих внешний слой, включая нервную систему. Удивительно, но гены, связанные с головой, были активны и в голове морской звезды, и в ее руках. В то же время гены, связанные с туловищем, практически не проявляли активности. Это говорит о том, что у морских звезд существует уникальное разделение между головой и телом. Исследование вызвало новые вопросы о том, как развивались эти существа, и какими могли быть их предки с туловищем, судя по их ископаемым останкам. Исследование также показало, что гены, активные в голове желудевого червя, активные в коже морской звезды, покрывающей все ее тело. Эти гены наиболее активны в центре каждой руки, а к концу руки они меняются и становятся похожими на гены, обнаруженные в задней части тела других животных. У морской звезды отсутствуют гены туловища. Все это ставит под сомнение традиционные взгляды на анатомию морских звезд. Говорят, что Пол Маккартни записал ультразвуковой свист для своей шотландской овчарки в конце песни A Day in the Life. Собаки могут слышать ультразвук, поскольку их слух невероятно развит. Чтобы пошевелить только одним ухом, собакам приходится задействовать 18 мышц. Это позволяет им быстро определять происхождение звуков, и это еще один навык, в котором они превосходят нас. Их потрясающие уши иногда затмевают их носы. Обоняние собак в 100 тысяч раз острее, чем у людей. Если у человека около 5 миллионов обонятельных рецепторов, то у Бладхаунда до 300 миллионов. Еще одно исследование доказывает, что собаки и бутылка носа и дельфины могут иметь удивительное сходство с людьми. Они выкрикивают имена своих близких во время разлуки. Это делает их первыми животными, отличными от человека, которые так поступают. Исследование показало, что дельфины копируют свист друг друга, когда их разлучают с близкими. В записях программы исследования дельфинов, сарасоты, пары дельфинов содержались в отдельных сетях. Но они все равно могли общаться друг с другом. Однако некоторые из их разговоров имитировали уникальный свист их приятелей дельфинов. Следующий у нас фламинго с их необычными привычками питания. Часто можно увидеть, как они кормятся с перевернутой головой. Такое своеобразное поведение связано с анатомией их рта и механикой погружения длинной изящной шеи в воду. Эти птицы – искусные фильтраторы, использующие свои языки как эффективные сито для захвата пищи. Когда фламинго опускает шею под воду, он располагает рот по сути вверх ногами. Затем птица закрывает рот и умело прогоняет воду через гребнеобразные расширения на клюве. С помощью языка птица выплескивает воду, сохраняя при этом всю собранную пищу. Если вы смотрели фильм «Мой учитель осьминог» на Netflix, то, возможно, уже знаете, что осьминоги могут общаться с людьми. Но в этот раз мы остановимся только на анатомии этого существа. У осьминогов три сердца. Одно перекачивает кровь по всему телу, а два других направляют ее к жабрам животного. У осьминогов также девять мозгов. Каждый из восьми щупалец имеет свой собственный мини-мозг. Эти мини-мозги позволяют каждому щупальцу двигаться самостоятельно с молниеносной скоростью. Есть и девятый мозг, который управляет всей нервной системой осьминога. Опоссумы тоже по-своему умны. Когда они сталкиваются с хищниками, то пытаются запугать врагов, показывая зубы, шипя и рыча. Но когда эта тактика не срабатывает, опоссумы закрывают глаза, падают на бок и притворяются неживыми. Чтобы выглядеть более убедительно, опоссум может пускать слюни, высовывать язык и даже выделять отходы, чтобы усилить иллюзию внезапной кончины. Примечательно, что опоссумы могут сохранять такое состояние в течение нескольких часов, пока не убедятся, что угроза миновала. Обезьяны могут громко звать друг друга, но в определенных ситуациях крик обезьяны «ревуна» может распространяться на 5 километров. Самцы обычно громче самок. Дело в том, что звук создается за счет втягивания воздуха через пространство в увеличенной кости в горле животного. У самцов эта кость больше, чем у самок, и поэтому самцы звучат громче. У белых медведей под мехом черная кожа. Их пушистая белая шерсть на самом деле полупрозрачна. Она кажется белой только потому, что отражает видимый свет. Сама же кожа черная. Эти существа впечатляют и тем, что умеют плавать. Они могут развивать в воде скорость до 10 километров в час, что довольно быстро для таких больших существ. Они могут проплывать километры и находиться в воде часами. Их большие лапы предназначены для плавания. С их помощью они гребут по воде, а задние лапы остаются прямыми и выполняют роль руля. Раз уж мы заговорили о белых медведях, можно добавить и романтический факт о пингвинах. Самцы пингвинов Генту и Адели делают своим парам предложение. Они предлагают потенциальным подругам драгоценные камешки, необходимые для строительства гнезд в суровом антарктическом ландшафте. Если самка принимает камешек, значит это на всю жизнь. Они связаны узами брака и готовы к спариванию. Еще одно исследование показало, что наши очаровательные домашние кошки имеют более 95% общего генетического кода с тиграми. Эти маленькие пушистики также подражают многим повадкам своих диких сородичей. Например, метят территорию с помощью запахов и преследуют и набрасываются во время игры. Однако биологически мозг кошки чем-то похож на человеческий. У нас одинаковые эмоциональные зоны в мозге. Кошки также могут издавать до сотни различных звуков. У сов есть глазные трубки или цилиндры. Их глаза в форме стержня не двигаются. Наши глаза могут двигаться практически во всех направлениях. А совам приходится поворачиваться всем телом или всей головой, чтобы осмотреться. И все из-за ночного зрения. Чтобы овладеть искусством видеть в темноте, им нужны большие роговицы, способные улавливать каждый кусочек света. У большинства ночных животных, таких как медлительные лори или долгопяты, глаза огромны, чтобы справляться с этой задачей. Но усов маленький череп, и их глаза не могут так увеличиваться. Тараканы известны своими навыками выживания. И одна из главных причин этого – уникальное строение их мозга. У них два мозга. Один в голове, а другой – более простой в районе брюшка. Их так трудно поймать, потому что эти существа невероятно быстро реагируют. Сзади у них есть крошечные волоски, которые чувствуют малейшее дуновение ветерка. Когда эти волоски дергаются, таракан не теряет времени. Он мгновенно переходит в режим бегства. Исследования показывают, что таракан способен отреагировать всего за одну двадцатую секунды. Поэтому к тому времени, когда мы включаем свет или хватаем что-то, чтобы его прихлопнуть, таракан уже мчится прочь. Кошки могут видеть сны. Иногда во время сна вы можете увидеть, как у них подергиваются усы или дергаются лапы. Это не обязательно означает, что вашему питомцу снится кошмар. Мы можем посмотреть на сон человека, чтобы понять, что происходит с кошками. Во время фазы рем, быстрого движения глаз, сна, наш мозг становится очень активным, почти как во время бодрствования. Это также лучшее время для сновидений. Рем-сон назван так из-за быстрых движений глаз под веками. Но пока глаза двигаются, все остальное тело остается неподвижным. Все внимание сосредоточено на том, что происходит в нашем сознании. Это справедливо и для кошек. Кроме случайных подергиваний, кошки обычно почти не двигаются, когда спят. У меня есть для вас новость. Крысы боятся щекотки. Ну, я думал, это новость. В любом случае у них есть так называемый центр смеха в среднем мозге. И он активизируется, когда кто-то щекочет животных или когда они занимаются чем-то веселым. Ученые обнаружили это в 2016 году, пощекотав грызунов за животики и послушав их визгливое хихиканье. Калибри – единственные известные нам птицы, которые могут летать задом наперед. В основном они делают это, когда хотят отлететь от цветов. А вот животное, которое не может двигаться назад – кенгуру. Они могут прыгать и преодолевать огромные расстояния, но строение их сильных задних лап и больших хвостов не позволяет им ходить задом наперед. Нарвалы – это странные существа, похожие на морских единорогов. Этот рог на их голове не бивень, а гигантский зуб, который торчит из верхней губы самцов-нарвалов. Зуб, вероятно, является одним из инструментов, играющих роль в привлечении самок. Фламинго на самом деле не розовые. Они рождаются серыми, но на протяжении всей жизни едят много водорослей и других продуктов, содержащих красно-оранжевый пигмент, который мы знаем как бета-каротин. Этот пигмент расщепляется и попадает в их кожу и перья, что и делает их розовыми. Но чтобы оставаться такими, им нужно есть много пищи с бета-каротином. Если бы мы захотели изменить цвет кожи, то не смогли бы съесть достаточно пищи, богатой этим пигментом, чтобы действительно стать розовыми или оранжевыми. Ленивцы очень медлительны. Все шутки и мемы о них правда, но при этом они очень умелые пловцы. В воде они передвигаются в 3-4 раза быстрее, чем на суше. Они умеют плавать брасом, как и люди, и это очень важный навык для них, потому что они тропические животные, которые в основном живут в джунглях, а эти места часто затапливаются. Тигры – самые крупные представители семейства кошачьих. Да, даже больше, чем львы. И ни у одного тигра нет одинаковых полос. На самом деле их шерсть – это камуфляж. Он пригодится им, когда нужно будет найти место, где их не увидит добыча. Интересно, что полосатая у них не только шерсть, но и кожа. Их полоски так же уникальны, как наши отпечатки пальцев. Несмотря на то, что утконосы выглядят довольно забавно и невинно, не стоит их беспокоить. Эти дикие животные – одни из немногих видов млекопитающих, которые могут вас отравить. На кончиках задних лап у них есть шпоры, которые могут выделять яд. Он не настолько силен, чтобы представлять угрозу для жизни. Но укус все равно может быть очень болезненным и вызвать отек. Когда божьей коровке нужно защититься от потенциальных хищников, у нее из коленей начинает идти кровь. Только не настоящая кровь, а химическое вещество, которое плохо пахнет и, следовательно, отпугивает хищников. У этих существ есть еще один механизм, который помогает им выжить в суровом животном мире. Их специфическая окраска. Хищники не очень любят сочетание ярких цветов, потому что знают, что животные и насекомые, окрашенные таким образом, могут быть ужасны на вкус. Петухи могут сильно шуметь по утрам, но они не глохнут от собственного кукареканья, потому что даже не слышат его. Их безопасность обеспечивают специальные встроенные шумозащитные заглушки. У кур есть такая же система, которая снижает риск потери слуха. Они не только обладают такой защитой, но и способны всего за пару дней восстановить волосковые клетки улитки, если они повреждены. У сов нет глазных яблок. У них есть нечто больше похожее на глазные трубки, и они не могут двигать ими вперед-назад, как это делаем мы с нашими глазными яблоками, поэтому у этих птиц невероятно гибкие шеи. Они способны поворачивать голову на 270 градусов. Для сравнения, человек может только на 180. Именно поэтому в голове, у сов, есть особая система кровеносных сосудов. Она доставляет кровь к мозгу, если птица слишком быстро поворачивает голову и нарушает кровообращение. Просто продолжай плыть. Возможно, вы помните, как Дори повторяла эту фразу в мультфильме «В поисках Немо». Дори не была акулой, но это послание некоторые виды акул должны воспринимать буквально. Акулам мако, белым акулам, китовым акулам и некоторым другим видам необходимо продолжать плавать, иначе они перестанут дышать. Мы используем легкие для дыхания, а некоторые акулы используют метод букального насоса. Они плавают с открытым ртом и таким образом пропускают воду через жабры, извлекая кислород. Самое опасное животное на нашей планете – это не медведь, не акула и не зубастый тигр. Это нечто гораздо меньшее – комар. Он не только чрезвычайно раздражает, но и переносит серьезные заболевания, такие как желтая лихорадка, малярия или лихорадка Денге. Ежегодно сотни тысяч людей проигрывают в борьбе с этими болезнями. Кроме того, комары превосходят по численности всех остальных существ на земном шаре, за исключением термитов и муравьев. Гризли – невероятно сильные животные. Их удары достаточно мощны, чтобы раздавить шар для боулинга. Вот почему вы не увидите их в боулинге. Несмотря на это, едят они мало. Гризли достаточно сильны, чтобы перекусить всем, что попадется им на пути, включая бизона, лоси или лосиху. Но при этом они любят полакомиться фруктами, орехами, ягодами или даже маленькой несчастной мышкой, которая заблудилась и попала в пасть хищника. Тайпан обыкновенный – самая ядовитая змея на планете. Его также называют западным тайпаном. Он обитает в Австралии. Всего один укус содержит достаточно яда, чтобы оказаться смертельным как минимум для сотни взрослых людей. А еще яд может подействовать всего за полчаса, если сразу нечем обработать укус. Говорят, что эти змеи в основном пугливые и занимаются своими делами. Но, как и другие животные, они могут напасть, если почувствуют угрозу. Есть вид черепах, которые могут месяцами жить подо льдом, дыша через заднюю часть тела. Когда становится холоднее, некоторые животные не могут найти безопасное место для проживания. Поэтому им приходится выживать в суровых зимних условиях, где бы они ни находились. Если пчелы уютно устраиваются в дуплах, а медведи спят в пещерах, то расписные черепахи остаются в замерзших прудах. Поскольку лед ограничивает доступ к воздуху, они добывают кислород прямо из воды и дышат через задний проход. Да, это было бы удобно. Хорошо известно, что вороны – невероятно умные животные. Они прекрасно решают проблемы и, похоже, обладают впечатляющим социальным интеллектом. Они очень хорошо чувствуют себя и эмоции своих товарищей. Если один ворон в группе настроен пессимистично, это, скорее всего, приведет к тому, что и остальные тоже будут подавлены. Это жестоко. Когда вороны видят птицу, которой не нравится определенная пища, и она ярко это демонстрирует, они теряют интерес и к своей собственной еде. Креветка-пистолет – одно из самых громких животных в мире, хотя она совсем крошечная. Всего около двух сантиметров в длину. Когда она чувствует приближение пищи, то открывает свою огромную клешню, длина которой может достигать половины длины ее тела, и впускает внутрь немного воды. Затем она очень быстро захлопывает клешню, выбрасывая сильную струю пузырьков. Эти пузырьки могут оглушить или даже прикончить добычу, которую креветка пытается поймать. А когда пузырьки лопаются, раздается треск, более громкий, чем можно было бы ожидать. Он достигает 210 децибел. Крокодилы оказались еще страшнее, чем мы думали, потому что многие из них могут галлопировать, как лошади. Вероятно, они унаследовали эту способность от своих древних предков маленьких, как кошки с длинными ногами. Они могли бегать со скоростью около 18 километров в час. Небольшие крокодилы, вероятно, пускаются в галлоп, когда за ними кто-то гонится. Но к кайманам и аллигаторам, очевидно, не нужно использовать этот навык. Скорее всего, именно вы убежите, когда увидите их.